Деньги полковника Захарченко. Следствие наконец объяснило происхождение его капитала. Это произошло в ходе ареста новых фигурантов дела. Следователи рассказали, как полковник МВД заработал минимум 3 миллиарда. Откуда взялись остальные деньги? Пока неизвестно. Подробности у Михаила Сафонова. Впервые на официальном уровне рассказали о происхождении денег полковника Захарченко. Он получал взятки от бизнесмена Валерия Маркелова. Всего 2 миллиарда рублей за 9 лет. А самое важное, это основная деятельность Маркелова. Он по версии Форбс король госзаказа. Его компания 1520 занимается проектированием и строительством железных дорог. Это крупнейший подрядчик РЖД. Только за год эта компания и ее структуры получили от монополии заказы больше чем на 200 миллиардов рублей. Кроме Маркелова, компанией владеют еще несколько человек. В том числе Алексей Крапивин. Он в свою очередь сын ныне покойного Андрея Крапивина, который был советником главы РЖД Владимира Якунина. А РБК называл его не просто советником, но и другом. Когда арестовали Захарченко, СМИ достаточно быстро связали его миллиарды с подрядами РЖД. А за год до этого своего поста лишился Владимир Якунин. Напоминает директор Центра политологических исследований Финансового университета Павел Салин. Ситуация вокруг Захарченко, наверное, толчком для всего этого скандала послужила как раз смену руководства РЖД. Но если смотреть на те суммы, которые изначально фигурировали в деле, там фактически речь идет о полумиллиарде долларов. То есть вряд ли такая сумма могла быть получена исключительно от махинаций на подрядах РЖД. Возможно, часть этой суммы была получена, но не целиком. Часть денег, по версии следствия, пришла из другого источника. Захарченко связывали с рухнувшим Нотобанком. СМИ писали, что полковник предупредил руководство банка, что у него начались проблемы с уголовным кодексом. Связующим звеном был некий адвокат из Ростовской области Виктор Белевцов. Его тоже арестовали. Он, по версии следствия, был посредником при передаче взяток полковнику. Как красиво выразился следователь, адвокат делал это из ложно понятого чувства товарищества. Судя по заявлениям из зала суда, он передавал взятки от совладельца подрядчика РЖД Маркелова. Последнего задержали в Сочи, в гостинице «Талисман», а потом перевезли в Москву. Следователь Роман Буравлев рассказал на суде, что Маркелов использовал приемы конспирации. После совершения инкриминированного деяния, а в том числе и накануне задержания, Маркелову были приключены меры по конспирации, которые заключались в том, что он менял места проживания. Непосредственно это задержание скрывался в гостинице даже под чужой фамилией, вел переговоры с иными лицами, а также использовал технические средства, которые не позволяют парфейдным органам расширять контроль его переговоров. Правда, потом адвокаты пояснили Бизнес.ФМ, что секретные технические средства связи – это WhatsApp и Viber. Возможно, впереди публику ждет занимательный рассказ, в котором будут фигурировать полковник Захарченко, подрядчики РЖД, ну и сама госкорпорация. Каковы были их отношения, сейчас доподлинно неизвестно. Хотя новая газета со ссылкой на одного из участников схемы писала, что на подрядах РЖД ежегодно похищали десятки миллиардов рублей. Дмитрий Захарченко якобы следил, чтобы правоохранительные органы этими делами не интересовались. За что и получал 150 тысяч евро в месяц. Кстати, на суде прозвучала точно такая же сумма, только в долларах. Но это все равно лишь частично дает ответ на главный вопрос. Следствие сообщило, что Захарченко получил взятки на 2 миллиарда рублей. Но только в квартире его сестры нашли примерно 8,5 миллиардов. И это не считая недвижимости и других активов полковника. Так откуда у него еще как минимум 6 миллиардов? Либо это останется темным пятном, либо, что более вероятно, 2 миллиарда в ходе процесса превратятся в 8. И этому чуду никто не удивится. Михаил Сафонов, Бизнес.ФМ Программ на 5 миллиарда June 30th! С jeszcze со мной, как и включить метр сайт по исслужей們. Ивмонowieщественно.Хорошо. Продолжение следует... Продолжение следуетeron 1270! ...хорошо.